Здравствуйте, меня зовут Андрей Широков, клуб Эфлер, природа-целитель. Я уже записал ролик о том, об этапах пищевой эволюции, чтобы мы, в общем, с вами посмотрели, как может двигаться изменение пищевых пристрастий в цивилизации. Да, она, возможно, и циклично идёт, от пищенаслаждения до пищоубийства. И посмотрели, как перемены питания могут идти в эволюции индивидуума, то есть это так называемый антогенез. И эти изменения очень важны, и как бы их нельзя игнорировать. И то, что люди сейчас много об этом говорят, и нам важно друг другу помогать, не навязывая какой-то тип питания, да, потому что делить людей по типу питания – это, ну, по сути, фашизм. Как бы человек должен сам для себя сейчас писать свою собственную диетологию, куда он движется, оценивать, что конкретно, какое у него взаимодействие с окружающей средой, в том числе, как его отражение, это взаимодействие на пищевой программе. И каждый здесь будет решать сам на самом деле. И что касается детей, здесь, конечно, им навязывают определенные программы, и за это тоже взрослым придется отвечать, потому что если вы кого-то в чем-то ограничиваете, либо навязываете что-то негативное для этого человека, то с вами буду делать то же самое. Это законы мироздания. И здесь неважно, делали вы это из лучших побуждений, да, благими намерениями, сами знаете, куда вымощена дорога. Поэтому для детей тоже очень важно дать возможность детскому организму, самому выбирать. И если вы хотите, чтобы ваш род дальше был как можно здоровее, и как бы не хотите, чтобы вас вспоминали, возможно, не очень хорошо, то лучше всего постараться и дать возможность своему ребенку делать интуитивный выбор и показывать на себе программы здорового питания и вообще здоровой жизни. Как правило, сейчас показывают наоборот, да. И мы говорили об изменениях от, скажем так, грубой вибрационной пищи у человека. Часто идет как бы изменение в сторону более такого легкого питания, живого, и часто оно выходит на сыроедение, а дальше на фруктоедение. И еще раз, мы никого не делим по типам питания, мы ищем с вами именно, что нужно для исцеления и закрепления здоровья. И здесь часто встает такой вопрос, постепенно либо резко. Опять вот, да, я вернусь к этому, как бы с другой стороны вопросу. Понимаете, конечно, все сразу говорят, да, 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 здесь нужно постепенно, никак нельзя вот сразу взять и перейти. То есть, ну вот коровку кормили, например, я не знаю, молоком свиней, например, или кос, ну вот чего бы это, ну человек же как-то додумался молоко коровы употреблять. А, ну болела, болела коровка, ну что-то не то, питание не видовое, а потом все-таки, наверное, на травку будем переводить, но не сразу, постепенно. Сначала, скажем, там, не знаю, а через орехи, или там какие-нибудь, я даже, не знаю, морковку будем сувать в эту коровку, какие-нибудь овощи. Да, ну вот у каждого живого существа есть все-таки свое видовое питание, и оно определяется не ментальными программами и не эмоциональными всплесками, ой, дайте мне, скорее, заесть свою печаль или сахаром, недостаток, там, сладости в жизни. И здесь, на самом деле, очень серьезный вопрос, потому что я занимаюсь в основном пациентами иногда в очень тяжелом состоянии, и там, как бы, вот люди, как правило, фундамент этих болезней, они создали тем, что уходили от природы, в том числе это отображалось на их пищевом взаимодействии с окружающей средой, то есть, ну, они уходили в мыслях от себя, скажем, истинного и здорового, далее и в эмоциях, потому что эмоции – это одежка мыслей, да, и эмоциональные, как бы, шли и блоки, и дисфункции, и уже, как бы, на физике шла проекция через вот пищевое взаимодействие. Это все одна суть, просто она вот так вот в разрезе, мы можем смотреть и по менталу, и по эмоциональному плану, и по физическому, да, и здесь вот для людей уже там, как правило, в тяжелом состоянии, вот вопрос о том, что давайте постепенно, ну, он особо глупо, как бы, звучит, то есть, ну, онкологию человек уже, чаще всего все-таки онкологию фундамент строит практически десятилетиями, да, и бывают исключения, я понимаю, и я тоже сталкивался с такими, но здесь вот все вот эти болезни цивилизации, от которой там у нас умирают, у нас же не от старости умирают, а вот первое место у нас идут, по-моему, да, сосуды, да, и, ну, сердце, инсульт и инфаркты, второе – онкология, третье, по-моему, диабет, в Американном шестом месте или на пятом лекарство, замечательно, то есть тут речь идет не о том, что износился организм сам по себе от здоровой жизни, нет, его просто убили. И вот все-таки по поводу типов питания, здесь дело не в типе, а в том, что когда у меня стоит задача убрать то, что дает гниение, брожение, усугубляет состояние, и дать срочно энергию и тот же пластический материал, да, помочь, то есть там упали по жирам, белкам, углеводам, это все можно биологационно смотреть, и я, как бы, всегда этим пользуюсь, потому что, ну, можно не тыкать пальцем в небо, а конкретно смотреть, что мы падаем по белкам, да, и, к примеру, по жирам, углеводам, и энергия у клетки, там, негатив, да, и нужно вот дать, да, можно, конечно, дать эту энергию, вот в данное, даже в советское время, было раньше такие капельницы этиловый спирт, 33-процентные, ну, у нас так учили в колледже французическом, я в нем тоже поучился немножко, это не я придумал, ну, правда, вот такое, оказывается, было. И очень интересно то, что, как бы, почему я упомянул спирт, ну, вот, фрукты нам нельзя, у нас диабет, у нас онкология, там, инсульт, инфаркты, там, не знаю, тоже, наверное, запрещают по каким-то предлогам спелые фрукты, вот, от радости просто человек может, что это так вкусно, приятно, и разрыв сердца будет. А что касается, да, ну, попытаемся мы дать это вареными всякими углеводами, растительными кашами, вареными даже овощами, но здесь нужно понимать, что вот все вот эти вареные углеводы, но это уже не углеводы, это вот уже крестья, он не виден ферментами, это вот я на этом настаиваю, и не может быть виден, никогда природа до такого бы не додумалась, это видовое питание греков, это дрожжевое, ну, мы же не дрожжи, вот, ну, так вот, благодаря вот этому дрожжевому метаболизму, да, там вначале идут спирты, то есть идут спирты в печень, и как бы вот на спирте, почему вот эту, я помню, новую капельницу, это поднимали тяжелых больных, да, вначале энергия, вот там, если измерять это и рисовать график, то вот энергию, есть увеличение энергии, там, первые, может быть, 20 минут, там, первый час, но если смотреть, что дальше происходит, то есть это же нужно теперь все, что натворили эти дрожжи, все это обезопасить, все это убрать, все, что они сделали, и вот сама эта кислотная, сама переработка этих спиртов, то есть сначала это она дала энергию, но потом, чтобы привести в порядок и печень, и метаболиты вывести, и восстановить то, что было повреждено из-за такого метаболизма, и часть еще у нас не все попало в внутреннюю среду, да, у нас часть вот этого вареных углеводов, она еще у нас набродила, и попортила у нас и в толстом кишечнике среду, и микробиоту поддавила, и закислила нас, в общем, когда все ты отмоешь, то есть можно стать богатым и счастливым, там, на пару часов украв брошку какую-нибудь в ювелирном магазине, хотя, наверное, меньше приедет, как бы, ОМОН или что-то, да, и дальше уже начнется не очень сладкая жизнь. Вот тут то же самое, и как бы нужно не просто дать вот эту энергию, вот этот материал, да, а нужно дать это так, чтобы это осталось. И вот мы говорим, я помню, мы говорим про типы питания резко или вот постепенно, то есть, ну, если резать с хвоста сейчас удобнее, на это есть силы, как бы, вот, и желание резать кошку с хвоста, то, ну, пожалуйста, никто же не запрещает, наоборот, программы, вот, скажем так, официальные, они только вот способствуют тому, чтобы человек резал себя, ну, где-то до пенсионного возраста, скажем так, наслаждался, убивая себя, работая батарейкой на систему, вот, но ко мне обращаются уже, вот, не то чтобы за помощью, а с конкретным уже практически требованием, я всегда смею, что к врачам никто не возвращается, они говорят, вы знаете, от ваших лекарств, ну, вроде бы, все было неплохо, но что-то все только хуже, вот, а мы ничего, говорят, дозу просто увеличим, и все будет хорошо, и все радостно от врача уходят. Вот, а к нам уже, вот, да, вот, у нас продажи фитопрепаратов, и мы по подборам занимаемся, и миопатия, и мне передают тяжелые, как бы, случаи, и на всех уровнях к нам уже идут с претензиями, что вот это вот помогло, это не очень, а что, разве вот так есть, а почему у меня это, вот вы-то нам скажите, что, вот, как бы, там мы даже спрашивать не будем, а с вас мы будем требовать, ну, в общем-то, правильно, не дают нам просто так спокойненько травками поторговать, и вот, на самом деле, приходится записывать всякие ролики, и обучать своих сотрудников, и сейчас читать семинары, потому что, ну, это здорово, и как бы, еще раньше бы я бы тоже сказал, давайте все постепенно, и сам я хочу постепенно, мне так удобнее, мне так удобнее, вот, хочется, а нужно ли это телу? Сейчас я понимаю, что никому это постепенно не нужно было, кроме как застоявшимся моим ментальным программам, скажем так, и эмоциональным, и невозможностью, ну, скажем, нежеланием, вот, того, чтобы вот так все эти эмоции выходили, которые были спрятаны в теле, спрятаны, они были именно, на самом деле, забиты обратно вот этой едой в том числе, да, поэтому, вот, буду возвращаться тоже не раз к этому вопросу, плавно или постепенно, и здесь без насилия, но человек имеет то, что он программирует, либо принимает чужие программы. Если человек себе сделает намерение, что плавно будет наслаждение, но вот он хочет перейти к здоровью как можно быстрее, возможно, что у него все пойдет совсем и не за 20 лет, да, а вот просто практически там понедельно, но там очень важно понимать, что перейти мы на безопасное питание можем, и сразу, это естественно, но отмыться за одну секунду от того, что было наделано, пока я вот таких механизмов не знаю, заплачу большие деньги, кто мне подскажет, как вот все сразу все и отменить, что было, на физике в том числе, да, и как бы вот тут вот придется поработать, это разные вещи, то есть перевести коровку обратно на травку, а другое дело отмыть ее от того, чем ей там накололи, или что у нее там колет-колет, да, коров всякими и гормонами, и метронидозолом, вот, но дело не в этом, мы у нашей коровки, да, которую мы обсуждали, ее не тем кормили, у нее там среда внутренняя поражена, вот на травку-то ее привезти мы можем, а вот как теперь еще ее привезти в целостность, это уже вопрос другой, об этом тоже будем много говорить, спасибо большое вам за внимание, рад вашим вопросам, Широков Андрей, природоцелитель, www.effler.ru, клуба Эффлер, всего хорошего!